Похоже, программе «Столичный футбол» удалось обнаружить общее качество, можно даже сказать, достоинство у белорусских футбольных молодежек последних созывов. Под микроскопом нашего пристального внимания, начиная с 2003 года, оказалась уже пятая молодежная сборная Беларуси. И что характерно, каждая из них, извините за лирику, заставляет влюбиться в себя с первого взгляда. За страсть, за азарт, за искренний и честный футбол, семена которого некогда посеял на белорусских футбольных полях Эдуард Малафеев. Впрочем, чему удивляться, ведь с молодыми талантами наших широт работают в последние годы малафеевские соратники. Пунтус, Курненин, Кондратьев. Так что нравится болельщикам, этим командам, скажем так, написано на роду. Кондратьевский призыв молодежки стартовый поединок своего отборочного турнира, чемпионату Европы 2011 года, провел в минувшую среду. И, проявив на Молодеченском городском стадионе недюжинную волю к победе, подкрепленную по-настоящему мужским характером, одолел одного из главных соперников по группе – сборную Австрию, со счетом 2-1. С первых минут матча гости, они в черной форме, вели себя на поле по хозяйству, завладели инициативой и попытались навязать белорусской сборной свою игру – мощную и атлетично-агрессивную, порой даже довольно грубую. Мы были готовы к этому, но они не только жесткие, но и грубый футбол предложили. Судья немножко распустил их. Грубейший фол против Букаткина, когда локтем в лицо бьют человек, он даже желтой карточкой не карается. Но после момента с финальти он уже начал потом нормально судить, и претензий нет к судейству. Как показало развитие событий, наши футболисты были к этому готовы и тут же предъявили австрийцам свои контратакующие аргументы. На шестой минуте Владимир Юрченко перехватил мяч вблизи штрафной соперников, стремительно убежал на рандевую с вратарем гостей Шобером и уверенно его переиграл. 1-0 в пользу белорусов. Вы были готовы к тому, что они будут играть именно так жестко и в кость, скажем так, особенно в защите? Вам передние линии наши тяжелые? Нет, мы не думали, потому что мы смотрели игру, они вообще как бы играли так, ну, пас, хорошо играли, а здесь как бы такая вот жесткая игра получилась. Ну, завелись как-то по ходу игры? Да, да, завелись. Мы потому что не дали им играть, как они хотели свою игру играть. Мы им просто дали такую игру, и они не смогли играть свою игру. А вот на какие наши козыри Георгий Петрович перед игрой вот указывал, что, говорил в первую очередь, на чем, кстати? В первую очередь, как он сказал, это желание, борьба, не проиграть просто в борьбе, и как бы все получится. После белорусского гола футболисты Альпийской республики духом не пали, и нагнетая давление на ворота Артема Гомелько сумели восстановить равновесие на 31-й минуте. Небольшая паника в нашей штрафной привела к тому, что одинокий Даниэль Байфлер беспрепятственно переправил мяч в пустой угол ворот слегка поскользнувшегося белорусского голкипера. Ничья 1-1. Перерыв главком нашей сборной Георгий Кондратьев, образно говоря, у своего визави Андреаса Херцега выиграл. Коррективы, внесенные в действие подопечных белорусским тренером, оказались более действенными. Впрочем, и фортуна нам на 50-й минуте подсобила, притянув мяч как магнитом к стойке ворот Гомелько. Однако удача сопутствует сильнейшим. Победу белорусским футболистам принесло своевременное подключение на розыгрыш стандартно центрального защитника Филипенко. Отлично справившись со своими основными оборонительными обязанностями, Егор блеснул и в голевой интуиции. Его эффектный удар в девятку на 61-й минуте установил окончательный счет этого важного поединка. Белорусы выиграли 2-1. Гол в заготовке был домашний или... Да нет, это не домашняя заготовка. Так получилось по моменту. Выбили, я смотрю, будет подача, пошла подача, я остался. И получилось так, Дима прямо на меня мяч сбросил. Мне осталось тут попасть в ворота. Сегодня сложно пить. Австрицы очень здоровущие такие, правда? Да, сейчас жесткая игра. Было столько предупреждений, фолов. Да, очень такая жесткая игра. Ну, мы выдержали, выставили, забили, победили. Самое главное. Ну, вообще, все цветка, они как бы по-мужски, но если пихали, то пихали, или тихорят тоже. Были из-под тяжка, там, и со мной был момент. Ну, это футбол, кто играет, кто как умеет. Мы им забиваем, они нас из-под тяжка хвалят. Пусть играют так дальше. После победы в Молоднично, наша сборная занимает в своей отборочной группе второе место с тремя очками. Шесть имеют лидеры, шотландцы. Они, напомню, успели дважды обыграть аутсайдеров группы албанцев. Следующий матч команда Георгия Кондратьева проведет 9 сентября в Азербайджане. Терять очки нельзя ни в коем случае. Мы играли с фаворитом группы, с командой очень сильной, которая, вы видите, как хорошо контролирует мяч, какое движение хорошее. Так что, конечно, нервничал всю игру, но могу сказать, что ребята проявили бойцовские качества и такую сложную, тяжелую игру на жилах вырвали.